Доброго времени суток, друзья, здравствуйте! Сегодня будет необычный блог о таком растении, которое идет как приправа. Но в этой приправе очень много пользы. То есть эта приправа используется в кулинарии. Яркие такие шарики. Это называется цефалофора ароматная. Это значит однолетнее растение семейства астровых. Астровых, как вы видите, вот такие вот шишечки. Вы даже не представляете, какая она ароматная. То есть оно приравнивается как все приправы, как, например, укроп и так далее. Я почему сейчас время весна, время года весна, и посадить на своем приусадебном участке вы можете у себя. Распространяется никакой проблемы не создает в выращивании. Называется цефалофора ароматная. Значит, приятный такой сладкий аромат. Она пахнет свежей, земляникой. ну, у каждого. Кто-то может запаху чувствовать ананаса даже. Поэтому эфирные масла цветков вот эти активно используются в кулинарии, даже в выпечке, напитках, парфюмерии, и в народной медицине. Вот такая вот приправа, которая полезна практически и в кулинарии, и в медицине, и в парфюмерии. А еще, друзья, чтоб радовал глаз, она применяется в составлении такое в композициях таких, цветочных букетах. Вот добавляет ее вот, например, в композиции ромашка и плюс вот это цефалофора в букетах. Очень красиво смотрится. Посмотрите, какая прелесть в ромашке. И вот еще вот такой букетик. Вот на приусадебных участках можете посадить. Там буквально даже в горшочках можете посадить, и оно будет расти. Радовать глаз, запах приятный. Выделяет вот эти эфирные масла. А начать сажать апрель-май. Враженок и вот почему я сегодня выбрала такой блог рассказать, чтобы вы не успели посадить на своем приусадебном участке вот такое прелесть называется, которая будет радовать глаз, аромат. Вдыхать вы будете эфирные масла. И плюс польза в народной медицине. там присутствуют такие витамины, как А, аскорбиновая кислота, витамины группы В. Ну, там немного, конечно, витамина группы В. Это там В1, В2, В6. Значит, вот такое растение. Ухода на практически такого ну, не надо только длиннее поливая и вот поливая. Можете даже купить и посадить несколько семян, пять, и вам будет достаточно, вам хватит на сезон. Значит, применять, как применяется это растение? Применять целый файлофорум в небольшой количестве, поскольку оно имеет сильный аромат и дозировка может стать, если вы больше насыпите, то это будет горечь. Это будет такая горечь просто невыносимая. Значит, в блюдо можете добавлять, также можно заварить чай, но опять же, очень в таком количестве небольшом. также можно изготавливать вины, настойки, кисели, даже можно добавлять в рассолы, маринады, соусы, рыбным и овощным блюдом. Вот такое хорошее растение даст и приятный аромат, цвет, запах и пользу вашему здоровью, что немаловажно. Ну, посадка ничего страшного, посадите, значит, все, вот сейчас самое время посадить все приправы, шалфей и так далее. Не забывайте об этом. И вот эти семена, если вы не найдете этот сезон, постарайтесь найти следующий сезон. И также можете засушивать, вот это такое вот растение, которое, видите, она вот длинно растет, можете засушивать. посмотрите, какая красота и даже тут птичка, а это пчелка сидит. Так, даже вот вам посадить, вырастет два-три растения, это будет просто и аромат, и польза. Вот я же вам показывала, она растет кустиком. Польза в зеленой вот этой массе, вот самой зеленой массе, я уже сказала, содержится витамина группа В, аскорбиновая кислота, друзья, замечательный чай и необходимые микроэлементы. Далее, можно изготовить водно-спиртовой экстрант травы. Активен он при таком заболевании, как стафилококк. Немаловажно, друзья. Цефалофора, аромат оказывает, в общем, сам запах, оказывает благоприятного здесь на обмен веществ и укрепляет сосуды. Когда вы это вдыхаете, еще вы будете пить, это же вообще кладезь. Значит, растение обладает, я уже говорила, приятным ароматом с оттенком. Кто-то чувствует ананас, кто-то чувствует зелененька, кто-то чувствует карамель, друзья. Зеленичную траву добавляет понемногу, дозировка минимальная в обычный лечебный травяной чай. Хотите, смешайте, может, с обычной листьями земляники или сушеной землянику, друзья, сушеной, с ягодками сушеной землянику и вы прям, что называется, будете благоухать. Так что, друзья, еще вы можете это растение посадить, например, ближе на август и занести ее в помещение в таком горшочке, вот как показана женщина, при усадьбе, вот в таких горшочках вы можете занести и оно у вас будет дома расти, но только посадить нужно не апрель-май, а ближе август, август, в разных регионах можно по-разному, где-то конец июля, август, у кого-то даже в сентябре и занести его в дом и будет очень хорошее приправа и просто запах растения, значит, вот небольшое, значит, и еще я вам хочу сказать, его можно вот этот пучок собрать, занести в комнату высушенную, естественно, и вот и будет постоянный запах земляничной травы. Положить какую-то вазу, в помещение выделять вот этот будет аромат. Ну, естественно, у кого аллергия, естественно, не надо, но только в том помещении, где вы спите, тоже не надо. Или составить композицию, значит, из сухих трав, ромашка, вот это растение, цефалофору соединить, я вам уже показывала, вот такие букеты делают и можно засушить, и, говорю, можно засушить такую композицию, и она у вас будет дома и давать, ну, только на один год, чтобы оно не пылилось. Вот поэтому, друзья, я вас сегодня ознакомила, и просто, чтобы вы посадили, успели, если не успеть, просто донесла вас информация, есть такая пряная трава, в которой используется как приправа в кулинарии, цефалофора. Достаточно, друзья, вот этих двух шариков, минимальная доза, двух, даже один-два шарика, в зависимости, два шарика, даже вот в приправу, в чай, минимальная доза, два шарика, один-два шарика, и все, яркий вкус, аромат и так далее. И также в приправу добавлять. Ну, в общем, вы должны этот вкус прочувствовать, это будет, может быть, даже и вам это некомфортно, но со временем вы привыкнете к этому аромату, немножко он горьковатый, естественно, но вы привыкнете и будет очень полезно и приятно. И от этой травы, как от шалфея, в общем, все вот эти вот травы сейчас сажают люди на приусадебных участках и получают удовольствие, пользу от этих растений. Так что, друзья, сажайте или приобретайте потом. Я вот не сказала в истории, эти истории этого растения можно встретить на юге России, Украины, то есть в южных регионах, так скажем. Больше она предоставит в южных регионах, но и сейчас культивируется, видите, в домашних условиях можно выращивать. Поэтому, друзья, я вас ознакомлю с таким растением, как цефалофора. Будьте здоровы, не забывайте о лекарственных растениях, ягод, грибах. Эти растения как профилактика, профилактика, друзья. будьте здоровы, берегите себя, никто вам не поможет, как вы себе сами. Собирайте, наслаждайтесь дарами природы и любите природу. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok